МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем доброе утро, в эфире новости. Этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скалий, сразу к выпуску. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес поправки в указ о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. В строгой самоизоляции теперь должны быть не только граждане старше 65 лет, но и больные хроническими заболеваниями, бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы любого возраста. В документе поясняется, соблюдать режим самоизоляции теперь можно не только по месту прописки, но и на своем садовом участке. Кстати, людям, живущим в режиме добровольной самоизоляции, разрешили ходить в гости к родным. При этом обязательно при себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, к примеру, водительские права. Напомню, в крае среди заболевших коронавирусной инфекцией один ребенок и 11 взрослых. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщили представители Минздрава и Роспотребнадзора. Из этих 12 случаев, 6 человек выявлены по контакту с какими-либо предыдущими случаями. Все 12 случаев, все 12 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом являются жителями города Барнаула. И к другим темам. Спасатели Сибирского центра МЧС России прибыли в Алтайский край. Они будут выполнять задачи по минимизации негативных последствий половодия в регионе и оказанию помощи населению. Вместе со спасателями из Новосибирской области прибыла необходимая техника, в том числе лодки, бульдозеры, скалатор, самосвал, беспилотная авиационная система. Сегодня сибирские спасатели базируются в Бийском и Третьяковском районе. Они занимаются мониторингом и контролем паводковой обстановки, информируют население о действиях во время паводка, очищают ливневые стуки, оцепляют неизменные участки местности. Беда в одной семье объединила весь район. Из дома в селе Ребриха ушла и не вернулась пожилая женщина, где нашли бабушку. О резонансном происшествии расскажет Дмитрий Дроздов. Значит, каждое утро в районе 7-8 часов утра проведаем, там жизненно необходимые все продукты, все, заносим, печку топим ей. Зашел утром, дом открытый, никого нет. Юрий Ясновский, сын пропавшей в конце марта Александре Тимофеевны, рассказывает, увидев, что мама пропала, не мог найти себе место. Обижал весь поселок, все бестолку. Благо, друзья подсказали телефон спасательного отряда «Лиза Алерт». Волонтеры прибыли на место уже через час. Прочитали все – ямы, дома и огороды. Поиски шли из воздуха, из земли, с квадрокоптерами и с собаками. В поисковой операции принимали участие и все местные жители. Мы пошли вот туда, дальше за наш дом, пошли по огородам, там еще люди с нами были с фонарями, там пошли искали. Спросили, что случилось. Они нам сказали, что бабушка потерялась. Ну, мы тоже кругом искали бабушку, тоже помогали. Везде, и в сарайках, и кругом. Нашли бабушку на следующие сутки, живую, в колодце глубиной 3 метра. Она прикрыла своей шубой от мокрого снега, который шел ночью. Возможно, именно это и спасло ей жизнь. Я у нее потом спрашиваю, мам, ты как там сидела, от снега шел? Она говорит, а я вот шубейка вот так накрыла, вся промокла вся. Люди не сплотились, мы бы ее обовремене нашли. Там буквально два часа бы и все, и мы бы вытащили, уже бы не живую ее. Откуда среди поля колодец? Почему он открыт? В деревне рассказывают, что в советские годы на этом месте была газонаполнительная станция. Потом она закрылась. Теперь этот участок ничей. Видимо, он в свое время и был закрыт. И, может быть, у нас какие-то недобросовестные граждане просто увидели люк с этого колодца. А раз там заросшая такая территория, никем не отслуживаемый, он просто невидимым человеческим глазом был. То есть у нас в органах местного управления о том, что он открыт, никакой информации никогда жителей, которые там проживают, не было. Сегодня местные власти колодец закрыли. Пока досками. Обещают в скором времени засыпать опасное место землей. Глава администрации уверяет, подобного больше не случится. Надеется, что таких колодцев в деревне больше нет. Так ли это? Андрей Мамаев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт», принимавший участие в поисках бабушки, советует быть внимательнее, почаще навещать и звонить своим близким. Факт пропажи человека может обнаружиться слишком поздно. То есть если вы раньше там звонили один раз в день, то сейчас необходимо 3-4 раза в день звонить. Сейчас Александра Тимофеевна находится в центральной больнице Ребрихинского района. Состояние бабушки уже хорошее, и Александра Тимофеевна уже рвется домой, не хочет находиться в больнице. Дмитрий Дроздов, Алексей Шаульский. Новости. И в завершении выпуска барнаульцам, желающим посетить кладбище в родительский день, придется добираться самостоятельно. Такое решение приняли в администрации города, связанное это с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Санитарная уборка кладбищ ведется в штатном режиме, отмечают в мэрии Барнаула. Напомню, родительский день в 2020 году выпал на 28 апреля, а Пасха – 19. На этом у меня все. Будьте здоровы, оставайтесь с нами, оставайтесь дома.